Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем разговор о проявлениях аллергических реакций и тема вебинара «Атопический дерматит». Итак, что же такое атопический дерматит? Это название, ну, почему-то более принято в народе называть нейродермитом, а еще, если это касается детского возраста, то диатезом. Но более правильное название, грамотное, это атопический дерматит. Итак, атопический дерматит – это хроническое воспалительное заболевание кожи, причиной которого являются, то есть, какой-то аллергической природы. И главным проявлением, главным симптомом этого заболевания является сильный кожный зуд. Итак, вот мы говорим, да, хроническое воспалительное заболевание кожи. Но на самом деле, если речь идет об атопическом дерматите, те проявления, которые будут на коже, они являются следствием. То есть, на самом деле, атопический дерматит не является болезнью кожи, а является проявлением внутренних неполадок в самом организме. И, как правило, это свидетельствует о каких-то проблемах со стороны, чаще всего, желудочно-кишечного тракта. И кожа, таким образом, является как бы зеркалом, да, как бы следствием тех проявлений, которые вот происходят со стороны желудочно-кишечного тракта в основном. Итак, некоторые вещества, которые попадают в организм, ну, мы будем в основном сегодня говорить, как-то чаще так обращаться к детям, потому что это заболевание в основном детского возраста, хотя в взрослом возрасте оно тоже имеет место быть. Итак, некоторые вещества, которые попадают в организм, они не могут усваиваться. Они не могут быть усвоены в желудочно-кишечном тракте. Они не могут быть нейтрализованы печенью. Как известно, печень, одна из ее многочисленных функций – это детоксикация, то есть обезвреживание различных токсинов, которые попадают к нам в организм. Это могут быть вещества, которые, также различные токсические проявления, которые не могут выводиться почками и легкими, как органами выделения и выведения. И таким образом эти вещества, они приобретают свойства антигенов. То есть это могут быть совершенно безобидные вещества для кого-то другого, но вот для данного организма в результате того, что есть определенные нарушения, определенные поломки со стороны работы внутренних органов, вещества, которые попадают в организм такого человека, они становятся антигенами. Антигены, то есть чем-то чужим, незнакомым, вредным. Таким образом, если это антигены, то есть чужеродные для организма вещества, то иммунная система человека защищается на все чужое путем выработки антител. В итоге происходит формирование комплекса, который называется антиген-антитела. И вот именно образование этих комплексов антиген-антитела и активация в целом работы иммунной системы проявляются тем, что на коже таких людей появляется сыпь. Поэтому мы говорим, что проявления в основном будут на коже. Атопический дерматит. От слова «дерма» это «кожа». Но в начале определения дерматита идет слово «атопический». То есть что же такое «атопия»? «Атопия» – дословный перевод с латинского языка, означает «необычность» или «странность». Значит, в чем смысл этого слова «необычный и странный дерматит»? Потому что в ответ на определенные вещества, которые мы сейчас сказали, которые могут выступать в качестве аллергенов у кого-то, а у кого-то они могут и не вызывать никаких реакций, то соответственно те реакции, которые происходят в организме и дают проявление, они являются странными сами по себе. То есть они не должны вызывать никаких изменений перестройки работы организма. Но вот по каким-то причинам являются аллергенами, являются антигенами и перестройку защитных механизмов в целом работы всего организма вызывают. Итак, механизмы развертывания атопии, то есть вот это вот странности, проявления аллергические, они объясняются определенными закономерностями. И если говорить о таких вот уже чисто иммунологических, патофизиологических подходах, то в основе проявления атопического дерматита находятся реакции немедленного типа, так они называются. И к этим реакциям немедленного типа, как вы видите, отнесена определенная последовательность иммунологических. Мы сейчас сказали, да, это какой-то компонент распознается в качестве антигена и на него начинают вырабатываться антитела. То есть идет образование комплекса антиген-антитела. Следующее – это патохимических. То есть в результате этих реакций определенные клетки, ну вот на данном слайде это показаны тучные клетки организма, они начинают выделять определенные химические компоненты, да, патохимических, какие-какие в норме не выделяются. И, соответственно, патофизиологических изменений. То есть на фоне этого происходят патофизиологические изменения, и эти изменения происходят исключительно вот со стороны кожи. Что же является причиной заболевания атопический дерматит? Ну, прежде всего, причиной аллергической реакции при атопическом дерматите является гиперреактивность организма в ответ на взаимодействие с различными веществами. Что же такое гиперреактивность? Ну, если дословно перевести это слово, разбив его на две части, то мы получаем гипер, это что-то много, повышенное, чрезмерное, значит, чрезмерная активность, чрезмерная готовность организма в ответ на взаимодействие вот с этими вот аллергенами, антигенными компонентами. И вот на что выдается организмам вот эта самая гиперреактивность, это гиперреактивные реакции, эти компоненты и называются аллергенами. Аллергены могут быть самыми различными, и мы про это уже с вами говорили в разделе темы и бронхиальная астма, и пищевая аллергия. Аллергенами могут быть самые различные вещества. Ну, давайте еще раз остановимся на тех веществах, которые очень часто могут выступать в качестве аллергенов. Ну, прежде всего, это пульса растений, и сейчас это очень актуально, так как весна и цветут многие растения, соответственно, выделяют пульцу, и люди, аллергики, это для них самое такое вот опасное время, которое провоцирует обострение различных аллергических проявлений. Итак, это пульца растений. Это домашняя пыль, от которой никуда не денешься, она дома есть у всех. Соответственно, это шерсть животных, это секрет, который выделяется кожей животных. Это различные пищевые продукты, и мы делили их на три категории по опасности развития аллергических реакций. Это бытовая химия, которой мы также пользуемся каждый день в своей жизни. И мы с вами выделяли и говорили, что существует такое понятие, как перекрестная аллергия. То есть, если у человека выявлена аллергия, допустим, на пульцу какого-то растения, у него такая же реакция может быть на употребление в пищу определенных продуктов питания. Совершенно сходно. Аллергены в организм могут попадать самыми различными путями. Ну, прежде всего, это воздушно-капельные, то есть мы ходим по улице, дышим воздухом, и попадают аллергены, и пыльца растений, и все те компоненты, которые находятся в атмосферном воздухе. Это пищевой путь, это, конечно же, то, что мы употребляем в пищу, это продукты питания, сами продукты, а также те компоненты, которые добавлены при приготовлении тех или иных блюд. И выделяют еще контактный путь воздействия аллергена. И есть даже такая самостоятельная нозологическая форма, которая называется контактный дерматит. То есть проявления на коже возникают после того, как произошел контакт с данным каким-то компонентом, ну, как правило, химическим, то есть достаточно руками поработать, да, постирать, допустим, каким-то порошком стиральным, либо помыть, отмыть что-то с применением средств бытовой химии без применения перчаток, и может возникнуть контактный дерматит. Нужно сказать, что возникновение атопического дерматита помимо, да, основного вот этого аллергизирующего компонента, конечно, он является главным и запускающим все реакции, которые будут в последующем происходить. Нужно отметить еще роль так называемых, ну, предрасполагающих факторов, которые могут спровоцировать, ну, или, так скажем, ускорить возникновение проявлений, а также тяжесть этих проявлений. И этими провоцирующими, предрасполагающими факторами являются различные стрессовые состояния. То есть практически на каждом вебинаре мы говорим о роли стресса в развитии любой нозологической патологии. И есть целая группа заболеваний, многочисленные, которые так и называются психосоматические заболевания. То есть в основе которых провоцирующим фактором, вот этим вот пусковым моментом является действие стресса. Итак, развитие атопического дерматита также в качестве стимулирующего такого вот пускового момента отводится роль на стрессовые ситуации. Если мы будем говорить о детском возрасте, то это различные психоэмоциональные и интеллектуальные нагрузки. Это повышенная нагрузка занятий, допустим, ребенка в школе, в многочисленных секциях и кружках, которые он посещает. Все это может привести и спровоцировать развитие любой нозологии. Но вот сегодня мы говорим об этапическом дерматите. Также провоцирующими факторами являются режим питания и в целом характер питания. То есть то, что ест ребенок, то, что ест человек и режим питания. Это в целом режим дня. То есть это фазы и сна, и бодрствования. То есть на сон ни в коем случае, так скажем, человек не должен жертвовать временем, которое отводится на сон. И именно вот сокращение фазы сна, увеличение периода бодрствования, активности, возбуждения, это тоже может спровоцировать развитие любой нозологической патологии. Ну а если мы сегодня ведем речь об атопическом дерматите, то большая роль провоцирующих факторов относится к окружающей среде, в которой мы все с вами живем. Это, конечно же, мы говорим о загрязнении атмосферного воздуха теми выбросами, выхлопами, которые туда попадают. Это все то, что мы вдыхаем, все то, что проникает в организм воздушно-капельным путем. Так вот, все, что мы сейчас обозначили, это являются, так будем говорить, провоцирующими факторами развития и атопического дерматита. И хочу подчеркнуть, особенно в детском возрасте. Почему в детском возрасте? Первое, потому что проявления атопического дерматита наиболее, еще раз говорю, характерны и наиболее часто встречаются у детей. Во-вторых, дети более подвержены и более чувствительны от различным нагрузкам. Далее, если говорить о генетических каких-то связях развития атопического дерматита и проявлении, допустим, их у родственников, то да, прослеживается совершенно прямая связь и совершенно четко установлено, что предрасположенность к диффузному нейродермиту или, мы говорим, атопическому дерматиту, она передается генетически. Поэтому у человека, которому ставится такой диагноз, если собирать его семейный анамнез, то есть провести анализ его родословной, то обязательно найдутся родственники с одним из перечисленных заболеваний, которые мы разбирали. Либо это атопический дерматит в анамнезе, либо это бронхиальная астма, либо это аллергический ренит, либо это пищевая аллергия. То есть любые аллергические проявления у родственников как бы утяжеляют прогноз, анамнез ребенка, если мы говорим о детях, в возникновении атопического дерматита. У большинства пациентов заболевание начинается рано, в возрасте до 12 лет, и, если правильнее сказать, еще и раньше. И первые проявления атопического дерматита могут проявиться в очень раннем возрасте, это в младенчестве, они могут появляться даже уже начиная с двухмесячного возраста. Так вот, заболевание может начинаться так рано, протекать в течение многих лет, поэтому мы говорим, что заболевание хроническое, и, соответственно, его, если совсем оно не подвергается никакому лечению, и даже если оно и, так скажем, подвергается лечению, то, тем не менее, оно сопровождается периодами обострения и ремиссии. Ну, это характерные, так скажем, периоды для любого хронического заболевания. Ну, и, соответственно, это доставляет массу неудобств и, конечно же, снижает качество жизни этого человека. Итак, четко выявлена существенная роль в появлении атопического дерматита при отягощенной наследственности. И существует такая статистика, что если один из родителей ребенка в детстве страдал от атопического дерматита, то у ребенка он появится с вероятностью 50%. Ну, то есть мы говорим 50 на 50. То есть, так скажем, с половиной долей вероятности можно сказать, что атопический дерматит будет и у ребенка. Если же оба родителя страдали, да, от атопического дерматита в детстве либо продолжают страдать по настоящее время, то вероятность развития этого заболевания у малыша составляет уже 80%. То есть роль наследственности отчетливо выражена. Итак, при атопическом дерматите основные изменения происходят в коже. Давайте рассмотрим строение кожи. Верхний слой кожи, он называется роговой слой кожи, да, это в целом эпидермис. Сейчас я пытаюсь. Вот здесь показано на представленном слайде, вот роговой слой кожи. Он самый верхний, он самый первый, который контактирует с различными факторами внешней среды. И таким образом он защищает в целом, да, внутреннюю среду организма от проникновения различных компонентов, различных вредных факторов, да, из внешней среды во внутреннюю. И в целом нужно сказать, что кожа, это, во-первых, это самый большой орган нашего организма, ну, если суммарно посмотреть, кожа выполняет защитную функцию, да, функцию первой линии обороны, это защита при встрече нашего организма с различными факторами внешней среды. И первым, кто встречается с этими факторами, является, конечно же, роговой слой. И именно вот он защищает уже от проникновения в саму кожу различных каких-то вредных факторов. Этот слой обладает, так скажем, фосфостроение у него состоит из фосфолипидов. Фосфолипиды – это такие жировые компоненты, которые как раз вот и объясняют эту функцию защиты, состояние мембраны клетки и предотвращение проникновения различных факторов. Следующий слой, более глубокий, этот слой, который включает в себя молекулы воды и таким образом удерживает внутри кожи комплекс органических молекул. И вот наличие воды в клетках кожи обеспечивает ее эластичность, упругость и как бы являются дополнительной защитой от воздействия внешних факторов. И если кожа теряет воду, теряет влагу, то, соответственно, клетки кожи, ну как, они будут сморщиваться, да, и это, во-первых, приводит к старению, к сухости кожи и делает кожу более подверженной воздействию различных вредных факторов. Поэтому большая роль в возникновении этого заболевания атопического дерматита отводится тому, в каком состоянии находится кожа ребенка. И тут очень многое зависит от родителей, то есть тех людей, которые ухаживают за своим ребенком. Если ребенок большую часть времени, да, находится в помещении, в котором теплый и сухой воздух, это, конечно же, оказывает такое высушивающее влияние на кожу. Ну и даже если мы говорим не о ребенке, а о взрослых людях, если в помещении низкая влажность, это, конечно же, приводит к тому, что кожа становится очень сухая и становится более подвержена развитию различных факторов, действию различных факторов. Если ребенка неправильно одевают, то есть ребенка кутают, и так называется это капустный стиль, да, то есть его очень тепло одевают, независимо от того, какая температура окружающей среды, то все это приводит к тому, что ребенок потеет, плюс сухой климат. Такое вот чрезмерное испарение влаги из кожи приводит к разрушению липидного барьера, уменьшению молекул воды кожи, и, соответственно, кожа уже перестает выполнять свою барьерную защитную функцию. Поэтому одним из факторов, так скажем, профилактики, о которой мы сегодня будем оговаривать, это правильный микроклимат, в котором находится человек, и правильная одежда. Вот давайте сейчас посмотрим на этом слайде, как выглядит кожа нормальная, здоровая кожа. Вот она здесь. Да, во-первых, она розового цвета, вот они клетки. Посмотрите, клетки, вот этого рогового слоя, они плотно прилегают к друг другу, между ними, так скажем, нет никаких таких пространств, и это выполняет такой вот защитный, естественный барьер. Что же происходит при атопическом драматите? При возникновении вот этих вот аллергических реакций, иммунологическом ответе, посмотрите, что происходит. Клетки уже не так плотно соединены друг с другом, и, соответственно, вот это неплотное соединение, оно уже не защищает, не выполняет функцию барьера при воздействии различных каких-то вредных факторов. Итак, чем же проявляется атопический драматит? Ну, прежде всего, как мы сказали в начале, ярким проявлением атопического драматита является сильный зуд. Сильный зуд кожи, который дети, эти участки кожи активно расчесывают. Во-первых, да, вот этот зуд, он приводит к их возбуждению. Значит, если посмотреть локальный статус, то наблюдается покраснение, или мы говорим гиперемия, в тех местах, где кожа наиболее тонкая, и характерными местами для проявления атопического драматита и для взрослых, и для детей, это сгибы рук и ног, это шея и складки кожи. И нередко сыпь и осложнения уже этой сыпи проявляются и на лице. То есть так не только сыпь, а уже и гнойничковое образование. Там могут быть тоже проявлениями атопического драматита, но это уже будет как осложнение. Итак, вот на представленном слайде можно посмотреть основные места локализации проявления атопического драматита у детей и у взрослых. Ну, в основном, так скажем, типичные места локализации, как вы видите, совпадают. То, что мы сейчас назвали, характерно в основном для детей, а у взрослых, как вы видите, проявления могут быть еще и на запястьях, и на лодыжках, что не характерно для детского возраста. Смотрите, вот на шее. Основные проявления, кожные проявления атопического драматита. Итак, еще раз хочется отметить, что заболевание атопическим драматитом это не болезнь кожи, это проявление как зеркало, как отражение тех процессов, которые происходят внутри организма, в частности, со стороны желудочно-кишечного тракта и нарушение работы иммунной системы. Атопический драматит как заболевание, а это хроническое заболевание, оно протекает, это заболевание, в фазы, две фазы, да, мы про них говорили. Это острая фаза и хроническая. Острая фаза или по-другому, период обострения, когда вся симптоматика выражена в очень остро, ярко, основные проявления, разумеется, на коже, это будет отчетливая гиперемия, то есть покраснение, отек кожи, эксудация, то есть выделение секрета и, конечно же, зуд. Сильный зуд, который иногда бывает очень нестерпимый и очень тяжело переносится, особенно детьми. Хроническая форма это состояние вне периода обострения, но заболевание никуда не исчезает, проявления на коже остаются, они не такие острые и они проявляются таким состоянием, как лихинификация. Это сухость кожи, сухость кожи вплоть до образования трещин. Конечно же, вот эта сухость кожи и трещины тоже вызывают зуд. Различают стадии атопического дерматита. Стадии атопического дерматита зависят от возраста, в котором, так скажем, проявляется это заболевание. Значит, стадии выделяют младенческую, и вот у детей атопический дерматит очень часто, особенно раньше, называли диатезом. Следующая стадия это детская, и третья это поздняя или подростково-взрослая. Ну, наиболее яркие проявления, и наиболее часто, да, это заболевание детский возраст. Поэтому, давайте остановимся на проявлениях в детском возрасте. Младенческом, вернее, младенческие проявления. Значит, младенческая стадия, самая ранняя. Значит, этот период, который может начинаться с двухмесячного возраста и охватывает период до двух лет. Итак, что мы видим у ребенка? На коже ребенка появляются пятна красного цвета, и чаще всего первые проявления, на которые обращают внимание родители, они локализованы на лице. это область щек и лба. Если мы говорим о периоде обострения, то пораженные участки намокают, опять же, отечность, мокм, тени постепенно снижается, да, периодичность заболевания, и образуются корочки, которые потом постепенно, так скажем, отпадают. Помимо лица, да, вот, подвержены другие участки тела, могут быть еще и волосистая часть головы, что доставляет массу неудобств ребенку. Поэтому острая фаза, еще раз, она характеризуется гиперемией кожи, и помимо гиперемии могут быть еще папулы. Папулы это, другими словами, как бы кожные бугорки. То есть, это такой элемент сыпи, который не содержит какой-то жидкостной части. Это вот кожные бугорки. Чтобы было понятно, что такое папула, это вот как папула, образующаяся на месте укуса комара. Кожный бугорок. Значит, период обострения дерматита. Папулы и красные пятна, да, вот в кожных складках, за ушами, на поверхности локтевых коленных суставах. Кожа здесь сухая, шелушится, сильный зуд, все чешется. Если же мы говорим про лицо ребенка, то у таких детей постепенно формируется так называемое атопическое лицо. Атопическое лицо, которое характеризуется пигментацией вокруг глаз, формируется в результате отечности дополнительные складки на нижнем веке. Кожа преобладает такой тусклый цвет и вот это все характеризует атопическое лицо. Ну и вот на представленном слайде я привожу картинки как раз вот периода обострения атопического дерматита. Здесь яркие проявления связанные с изменением кожи. Если же мы говорим о стадии ремиссии, то есть проявления атопического дерматита вне периода обострения, то это выраженная сухость. То есть проявления, как вы видите, здесь показана область коленных суставов, проявления никуда не исчезли, кожа не стала красивая, розовая, гладкая. Изменения есть, острота ушла, остается вот эта сухость, то есть лихинификация. В результате сухости трещины и сильный всегда зуд. Вот основные проявления атопического дерматита они могут осложняться. Давайте разберем осложнение атопического дерматита. Ну прежде всего это осложнение, которое называется атрофия кожи. Атрофия кожи, само слово атрофия означает необратимые изменения кожи. Необратимые. это истончение эпидермиса и дермы. То есть как бы исчезновение, ухудшение состояния кожи. Причем очень долго, если не навсегда. Вторым осложнением является пиодермия. Пиодермия это гнойничковое уже поражение кожи, когда вот к такой измененной коже на измененном иммунологическом статусе, в целом изменении иммунного статуса организма. Кожей к этому проявлению легко присоединяется любая бактериальная флора и здесь же образуются гнойнички, то есть гнойничковое поражение. То есть добавок ко всему, что мы сейчас разобрали, вот этот зуд, мокнутение, еще и гнойничковое поражение. Конечно, гнойничковое поражение постепенно подсыхает на фоне лечения и на этом месте образуются корочки. Так как иммунный статус снижен, то, конечно же, о снижении иммунитета будет свидетельствовать, что ко всем изменениям кожи будут присоединяться грибковое поражение и вирусная инфекция. Либо это может быть автономно грибковое поражение и вирусное отдельно, либо это может быть миксовое поражение, то есть совместные вирусно-грибковые изменения еще на коже на фоне атопического дерматита. Если говорить отдельно о грибковом поражении, то чаще всего страдают ногти и волосистая поверхность головы. И так как это идет уже такое сильное изменение иммунитета, то эти осложнения, грибковое поражение волос, ногтей, они наиболее характерны для взрослых людей. А если говорить о детском возрасте, то грибковые поражения у детей наиболее часто локализуются в полости рта. Соответственно, крайнее неудобство ребенка, потому что это боль, это неприятные ощущения, это повышенное слюнотечение, ребенок не может кушать, потому что это все доставляет боль. Ребенок крайне беспокоен. Итак, теперь мы перейдем уже к профилактике. А как можно профилактировать это заболевание? Из того, что мы сказали, то есть те провоцирующие факторы, которые могут привести к этому, нужно обратить внимание на как раз эти факторы. И первое, нужно устранить факторы, которые приводят к пересушиванию кожи. Мы поняли, что колоссальную роль выполняет кожа в качестве защитного барьера. Поэтому нужно обязательно поддерживать определенную влажность в комнатах и вообще в помещениях, где находится человек. Сильный сухой воздух, особенно это касается зимнего периода года, когда отопление, когда работают батареи, и соответственно все это очень сильно высушивает воздух. Поэтому влажный прохладный воздух в комнате он как бы является одним из профилактических моментов. Второй профилактический момент это конечно же правильное питание. Питанию отводится колоссальная роль, потому что все, что ребенок съедает, то, что взрослый человек съедает, там могут находиться различные аллергены. Итак, нужно смотреть не только за тем, что ребенок ест, но и на объем съеденной пищи и на качество съеденной пищи. Если ребенка перекармливать, то избыток съеденной пищи, он просто не будет перевариваться, он не будет усваиваться, потому что не хватает тех ферментов, которые принимают участие именно в процессе пищеварения. Не хватает ферментов поджелудочной железы, не хватает ферментов тонкого кишечника, и соответственно эти продукты, которые ребенок съел в таком большом количестве, они просто не усваиваются. Раз они не усваиваются, то соответственно они начинают выступать уже как бы в качестве токсинов. И вот это токсическое влияние, оно может выразиться на коже. Таким образом организм испытывает атаку токсинов, которые поступают не снаружи, а уже изнутри организм. Следующие профилактические моменты это конечно же гигиена. Гигиена и особая роль отводится к купанию детей, если мы говорим о маленьких детях. И вот проводились такие исследования, оказалось, что тех детей, которых моют часто, а главное с мылом, то они наиболее подвержены развитию атопического дерматита, тем дети, которым особое внимание не уделяется. Их в литературе называют чумазята. Это не значит, что ребенка мыть совсем не надо. Надо. Но вот с этим частым мытьем, и особенно с мылом, особенно с мылом, с каким-нибудь антибактериальным эффектом, нарушается защитный липидный слой кожи, и нарушается система местного иммунитета кожи, что делает кожу более уязвимой к внешним факторам. И таким образом кожа как бы перестает выполнять роль естественного барьера. И четвертый момент, на который нужно обращать внимание, это правильная одежда. Сейчас мы говорим о детях, но о взрослых это относится и к взрослым. То есть одежда для детей обязательно. Она должна быть из натуральных материалов, чтобы не было повышенной потливости и воздействия каких-то синтетических материалов на кожу детскую, нежную кожу ребенка. И существует правило трех не выбора одежды для всех, прежде всего для детей. Это одежда не трет, не жмет и не давит. И одежда должна быть чистая, она должна стираться. Если мы говорим о детях, то лучше средственные специально для детских вещей обязательно очень хорошо прополаскиваться, чтобы в волокнах ткани не оставались вот эти компоненты порошка и не вызывали дополнительные какие-то аллергические воздействия. Теперь мы переходим уже к лечению кожных заболеваний, в частности атопического дерматита. для основной роль в развитии и в течение этого заболевания отводится интоксикация, то есть воздействие различных токсических компонентов. Поэтому основная роль будет отводиться очищению в целом. И сейчас мы уже переходим к аюрведическим представлениям лечения воздействия на организм при атопическом дерматите. то для очищения хороши многие травы. Но сразу хочу оговориться, травы применяются только в том случае, если на эти травы нет аллергических проявлений. Итак, для очищения хороши многие травы и травы, которые все прекрасно знают. Это одуванчик, лопух, клевер, подорожник, тысячелистник, черноголовка. Если мы говорим об аюрведических травах, то это куркума, барбарис, сандал, гугл. Если это средства китайской медицины, то это жимолость, это форсития, вайда и володушка. Ну, многим знакомы названия этих трав. Итак, вот все, что мы сейчас перечислили, эти все названные травы, они помогают в большинстве случаях при острых состояниях, когда выражена острая интоксикация организма. Если же мы говорим о хроническом состоянии, то есть о периоде ремиссии, когда острота ушла, но заболевание никуда не исчезло, то при хронических состояниях требуются смягчающие и тонизирующие травы, так скажем, травы-адаптогены, такие как алтей, тоже очень хорошо знакомые, солодка, шатавари, бакшура. И вот если мы сейчас начали говорить о травах, о травах-адаптогенах, я хочу сказать, что наша компания, компания Ведопульс, очередной вебинар, который будет проводиться, это как раз будет вебинар, который будет посвящен теме растения-адаптогены, где доктором фармацевтических наук будет рассказано подробно об этих растениях, об их особенностях, об особенностях их применения. Ну, поэтому приглашаю всех на этот вебинар. Мы возвращаемся к лечению атопического дерматита в рамках сегодняшнего нашего вебинара. И давайте остановимся на типах проявления атопического дерматита, кожной симптоматики для различных типов конституции. Итак, для проявлений питотипа, что для них характерно, если мы говорим о кожных проявлениях? Это покраснение, то есть выраженная гиперемия, яркость, опухание, это могут быть лихорадочные состояния, то есть даже повышение температуры и для представителей пито характерно очень часто присоединение бактериальной инфекции. То есть вот эти гнойничковые осложнения, они характерны для представителей пито. Ну, конечно же, раздражительность, то есть повышенная возбудимость. Вот эти все кожные проявления для представителей питотипа, они будут усугубляться под воздействием таких факторов, жара, то есть высокая температура окружающей среды и непосредственное влияние солнечных лучей. Для представителей питотипа наружное применение масел, оно не рекомендуется, потому что наружно применять масла, это наоборот приведет к ухудшению состояния. А что же тогда делать больным питотипа конституции? Таким представителем прежде всего диета. Любые аллергические заболевания лечения начинаются с диеты. Это диета, уменьшающая пито. Это те продукты, которые очень часто у представителей пито вызывают аллергию, это различные посленые, особенно томаты обязательно исключаются из рациона питания. Это такие овощи и фрукты, да, и ягоды, как клубника, персики, кисломолочные продукты. Не нужно применять пито. Зато полезное кокосовое молоко и кинза. Обязательно нужно избегать пребывания на жаре и на солнце. Наружно можно применять кокосовое масло, тем не менее, масло кокосовое, и сок алоэ. Если имеются элементы на голове и шее, то полезны такие масла, как брами и бренгарадж, а также отвары этих трав. И для представителей питания очень показаны такие травы, которые улучшают обмен веществ. Это лопух и клевер, а также это горькие послабляющие травы, такие как ревень и алоэ. Если же мы говорим о кожных проявлениях при атопическом дерматите представителей вата типа, то для представителей вата типа характерными проявлениями является прежде всего выраженная сухость кожи. Это шелушение кожи. И вот это шелушение это сильнейший зуд. Если посмотреть на другие проявления, то со стороны желудочно-кишечного тракта, это будет сопровождаться запорами, то есть нарушением эвакуаторной функции толстой кишки, что опять же приводит к воздействию токсинов изнутри на организм. У представителей вата типа состояние будет ухудшаться под воздействием ветра и сухости. И нанесение масел, вот здесь наоборот, сухость, поэтому нанесение масел, оно будет приводить облегчение к облегчению. И особая роль отводится применению кунжутного масла. Итак, что же будем делать с представителями вата типа конституции при атопическом дерматите? Ну, прежде всего, это, конечно же, диета, снижающая вату. На кожу наносятся успокаивающие масла, и на первом месте это кунжутное. Это применяются послабляющие средства, клизмы, для того, чтобы опорожнить кишечник, для того, чтобы снизить эндогенную интоксикацию. Такие пациенты регулярно рекомендуется принимать Трипхала, а также состав Трипхала Гугул и настойку Миры. Если же мы говорим о представителях КАПХА типа Конституции, то кожные проявления для данного типа Конституции будут в основном проявляться мокнущими язвами. То есть здесь, наоборот, преобладает эксудативный компонент, то есть проявление мокнутини, мокнущей язвы. Это наблюдается закупорка, отеки, в результате отечности, а также зуд, усугубляемым, который может усугубиться влиянием холода и влажностью, а также применением масел. То есть применение масел для представителей КАПХА типа Конституции, он тоже не совсем уместен. Что же делать? При КАПХА Конституции назначается прежде всего диета, направленная на снижение КАПХи, очень рекомендуется избегать употребления тяжелой, жирной и маслянистой пищи и скажем, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в рационе не было сыра и йогурта, потому что эти продукты они как бы провоцируют КАПХу, поэтому их нужно как бы из рациона исключить. Масла не используются при лечении ни внутрь, ни наружно, таким пациентам помогают диуретики или по-другому те компоненты, которые усиливают, так скажем, ускоряют мочевыделение, мочегонные. В частности, это применение таких трав как подорожник, семена лопуха. Из препаратов используются КАКШУРАДИГУГУЛ и ТРЕПХАЛАГУГУЛ. Теперь обратимся к основным индексам аппаратно-программного комплекса ВИДАПУЛЬС, которые могут нас натолкнуть на мысли и быть маркерами проявлений атопического дерматита. Итак, обращаемся к модулю Меридианы, биоэнергетика и модуль НЕДАНА. Модуль Меридианы. Модуль Меридианы, на что хотелось бы обратить внимание. Меридианы толстого кишечника и меридиан легкого, как правило, будут задействованы для представителей ВАТА и КАПХА типов Конституции, а также дуальности ВАТА-КАПХА. В зависимости от состояния, от стадии заболевания, либо это обострение, либо это период ремиссии, эти Меридианы могут находиться как в состоянии напряжения, так и в состоянии наоборот истощения пустоты. Если же речь идет о представителях ПИТА типа Конституции, то здесь в основном будут затронуты другие два Меридиана. Это Меридиан тонкого кишечника и Меридиан печени, которые также могут быть как в состоянии либо полноты, так и в состоянии истощения. А теперь обратимся к вкладке Недана Субдоша. Что хотелось бы обратить к вкладке Недана Субдоша, но прежде всего давайте посмотрим на ВАТА Субдоша. При ВАТА Субдоша обращает на себя внимание Субдоша АПАНА. Вот она АПАНА. АПАНА, которая также как я здесь показываю два проявления может находиться как в состоянии истощения так и в состоянии напряжения. АПАНА в целом концентрируется в толстой кишке в толстой кишке поэтому мы говорим в основном о представителях ВАТА Доши Эфир и воздух и соответственно работа толстой кишки энергия толстой кишки обеспечивает выведение ну так скажем ненужных уже компонентов то есть обеспечивает нам выведение и детоксикацию Вот одним из маркеров является АПАНА Субдоша АПАНА ВАТА Вторым маркером на который тоже хотелось бы обратить внимание это вернее два маркера но они будут определяться по ПИТА Субдоши Это две Субдоши Это Ранджака и вторая Субдоша которая называется Браджака Вот они две И я опять же привожу как бы несколько вариантов как они могут себя проявлять Либо обе эти Субдоши могут находиться в состоянии напряжения А нам известно что Браджака непосредственно показывает состояние кожи и не только просто состояние кожи то есть как выглядит в целом кожа есть ли там нет ли там элементов но если мы говорим об атопическом дерматите то проявления будут всегда и при обострении и при ремиссии но также Браджака характеризуют состояние иммунной системы мы уже убедились сегодня что иммунная система это основное патогенетическое звено в развитии атопического дерматита и вторая Субдоша которая касается значит пита Субдоши это Ранджака вот он значит Ранджака это та Субдоша которая в целом характеризует состояние печени пита Доша Ранджака печень функция детоксикации напрямую связаны поэтому в зависимости от состояния обострения или ремиссии эти две Субдоши могут себя таким образом проявлять следующая вкладка это недана тхату то есть состояние тканей ну конечно же если это выраженный воспалительный процесс выраженные клинические проявления атопического дерматита то обращают на себя внимание выраженность рактатхату рактатхату будет находиться в состоянии напряжения ну и мы уже неоднократно говорим что ракта это не специфический маркер воспалительной реакции вот да здесь в атопическом дерматите тоже может быть такое вот проявление а также может быть еще изменения со стороны медос тхату медос тхату медос это характеристика в целом жировой ткани но другими словами подкожно-жировой клетчатки то есть одного из элементов строения кожи поэтому медос тоже может быть одним из маркеров проявления атопического дерматита то есть тех изменений которые связаны с кожей тоже так же может находиться в нескольких состояниях медос либо это обострение что говорит о каком-то ярком процессе либо может находиться в состоянии некого истощения то есть становиться менее единицы а следующим так скажем модулем на который тоже можно обратить внимание это модуль биоэнергетика модуль биоэнергетика здесь я привожу два примера где на одном примере мы видим что мощность энергетического поля может быть снижена а она снижена уже при истощении то есть уже когда заболевание долго текущее хроническое выраженное хронизация длительно текущее заболевание и могут происходить изменения со стороны работы внутренних органов в частности вот эта бронхолигочная система и система в целом работа толстой кишки то есть и бронхолигочная система и толстый кишечник это органы выделения выделения из организма различных токсических продуктов и вот на фоне допустим общего истощения энергетического поля со стороны работы бронхолигочной системы толстого кишечника как вы видите наблюдается напряжение если же мы говорим об обратной ситуации когда мощность энергетического поля становится больше чем нужно да в данном случае 120% мы видим то это говорит о том что выраженное напряжение организма организм пытается справиться с этой ситуацией и давайте посмотрим за счет чего идет скажем он справляется ну вот в данном случае на фоне повышенной мощности энергетического поля напряжение опять же идет со стороны тонкой кишки и работы печени это детоксикация работа ферментов направленная на усвоение того что человек съел то есть вот здесь четко как бы видно вот эти вот проявления характерны для вата и капха а печень и тонкая кишка все что связано в целом с усвоением с перевариванием оно характерно более для представителей пита конституции ну вот таким образом мы с вами рассмотрели основные маркеры по модулям АПК видопульс которые могут так скажем свидетельствовать либо натолкнуть на мысль о том что здесь есть какие-то явные изменения связанные с повышенной прежде всего аллергизацией гиперреактивностью организма и частностью проявлением кожной симптоматики на этом я хочу закончить сегодня вебинар поблагодарить всех за внимание если вопросов нет то я с вами прощаюсь всем большое спасибо до свидания в чем разница между атопическим дерматитом экземой и нейродермитами в самом начале я сказала что атопический дерматит раньше называли эпземой и нейродермитом то есть между этими заболеваниями можно сказать можно поставить знак равенства правильнее сейчас современная медицинская классификация заболевания это атопический дерматит Продолжение следует...